Всем привет! Мы продолжаем наш выпуск Монстерица. Весна это время возрождения, праздника и созидания. Весна это самое подходящее время, чтобы попробовать немного изменить свой стиль и образ. Яркий пример весенней радуги цветов это куклы нового выпуска серии Спринг Анспранк. Полный комплект серии это 6 кукол. Брайер Бьюти, Сидар или Кедр Вуд, Сирис или Черис Худ, Холли Охейр, Лиззи Харт с плейсетом и Китти Чешир. О ней обзор будет попозже. Давайте сейчас посмотрим на кукол внешне. У каждой куклы очень сложные, многослойные и яркие аутфиты. Главным аксессуаром коллекции является веночек. Он есть у каждой героини. Также к каждой кукле прикладывается колечко с цветочными мотивами. С этой серии Спринг Анспранк началась новая эра выпусков таких коробок в такой форме. Но сейчас не об этом. Мне бы хотелось предложить вам один из самых оригинальных способов окрашивания волос при минимальных затратах денег и времени. Для этого мы используем специальные мелки для волос. Сейчас мы освободим стол и я их вам покажу. Теперь достаем мелки из волшебной творческой сумочки. Вот они. И приступим к манстер-классу. Мелки для волос это последний модный тренд. Широкий выбор оттенков позволяет быть разным каждый день. Менять цвет легко и просто. Можно создать свой уникальный образ, выделяя цветом кончики волос и делая акцент на разных прядках с помощью ярких мелков. И возможно это хоть чуточку приблизит нас к нашим любимым героиням Монстр Хай и Эва Авто Хай. До нанесения мелков расчесываем волосы. Теперь отделяем прядь волос, которую мы хотим покрасить и смачиваем. Вынимаем волосы из воды. Стряхиваем лишнюю воду. Выбираем мелок, которым мы хотим покрасить волосы. Именно вот этот локон. Я выбираю маниновый. И проводим им по направлению роста волос. То есть сверху вниз. Для яркой покраски, особенно на темных волосах, лучше проделывать эту процедуру два или более раз. Вот так вот получается. Волосы уже становятся розовые. Можно еще так же намочить мелок и результат будет таким же. После того, как мы покрасили именно вот эту прядь волос, руки становятся такого же цвета, как мелок. В данном случае у меня розовые руки стали. Но не переживайте, это моментально смывается. Или можно использовать перчатки для того, чтобы руки не испачкать. Чтобы цвет дольше держался на волосах, нужно их зафиксировать лаком или профенить волосы. Такой цвет на волосах может держаться два-три дня или до первой помывки волос. Вот я профинила волосы, сделала завитушки и такой вот результат получился. Кроме своих волос, можно еще так же красить и волосы куклы. Вот я попробовала и такой вот результат у нас получается. Это я проделала на гулии. Вот так вот можно освежить своих старых кукол. Я надеюсь, вам был очень полезен этот урок. Ждите новые видео, будьте позитивными. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok